Добрый день, мои любимые зрители! Я хочу сегодня пробежаться быстренько по своей посуде, на которой я готовлю уже много времени. После каждой готовки, на каждом видео у меня кто-нибудь спрашивает что у вас за посуда, какая посуда, чьё производство. Я хочу очень-очень кратко, быстренько рассказать, чтобы потом это видео, и кто бы спрашивает, я это видео раз и отправлю. И смотрите! Начну вот с этой, вот с этой вот посуды. Этой посудой я пользуюсь уже два с половиной года. Вначале мне моя зрительница отправила немножко на обзор, и я потом докупила ещё. Плюсом. Эта посуда мне пришла с Иркутска. Значит, она занималась в Инстаграме этой посудой, но я могу дать, оставить ссылку на канал. Она специально открыла канал для заказов. Что кто-то меня увидит, спросит, не пользуется Инстаграмом, приходите на канал. Я оставлю ссылку на канал с этой посудой. Посуда замечательная, замечательная. не уходит у меня с плиты вся вот эта прелесть. Два с половиной года пользуюсь, не знаю, сколько ещё буду пользоваться. Я и сыну купила такую же посуду наборную. Ему там ещё и вок, и грили какие-то. Ещё я на 15 тысяч ему взяла. Это исполнялся ему 40 лет в 2020 году. И я ему купила в подарок. Посуда очень хорошая. Это российский алюминий и итальянское покрытие. Можно пользоваться металлической ложкой и металлической щёткой. Ну, не до фонотизма, конечно. Ну, постоянно что-то отскребали, например, если где-то когда-то пригорело. Но сильно не пригорает. Это такая посуда, которая ничего не пригорает практически. У меня три сковородки, одна гриль, одна обычная, одна блиница. Все в ходу. В этой готовлю суп. Так же, как потом эту сейчас расскажу. Суп здесь все крупы, а этот тушу. Это мне... Ну, вообще, постоянно у меня эта посуда работает, работает. Я говорю в общем. В общем. Два с половиной года работает. Мне это нравится. У других может быть другое мнение. Но я... Вообще... Вся посуда идёт без крышек. Для каждой я уже крышку подбираю от старых кастрюлей. Они очень даже хорошо все подходят. Вот эту посуду это производство кукмара или кукмара опять сейчас будут меня исправлять. Вот. Так же кастрюля и сковорода. Вот такая сковорода, кастрюля. Кастрюлю пользуюсь уже вот год. Она толстостенная. Это, знаете, как чугунная такая тяжёленькая. В этой посуде и в этой вот супы я теперь вот в этих вот в двух готовлю. Это два с половиной литра, по-моему, три с половиной литра. Нам с мужем очень даже хватает. Если борщ какой-то, рассольник в этой, если такой какой-то суп с вермишелью, ещё я в этой маленькой готовлю. Толстостенная сразу обжарку там делаю, пассеровку лук, морковь. Очень здорово. Потом сразу воду и все остальные ингредиенты. Посуда очень хорошая. Но вот сковорода нам как-то не пошла. Знаете, при прижарке яиц яйца пристают к сковороде. Я не люблю. Вот к этой и потом вот эту сейчас расскажу. К этой не пристают, а к этой пристают. Мы пробовали и солью и какими-то ещё. Нет. Но жарить она такая тоже тяжёлая и ручка съёмная. Я в духовке, когда что-то делаю, бывает, что я её использую для духовки. Эту сковороду. А так в Кукмаре, конечно, посуды очень много. В любом городе магазин с этой посудой есть. Так что заходите, набирайте, смотрите. Посуда, знаете, в пределах, конечно, не меньше тысячи. Тысяча с лишним. Тысяча пятьсот, тысяча, шестьсот каждый элемент. Ну, там, кушечек, например, затейник небольшой за тысячу. Это, например, полторы тысячи, до двух тысяч. Ну, вот так вот. Всяко-разно. Всяко-разная цена, но это не дешёвая посуда. Вот не та, которая у нас раньше была по пятьсот, по шестьсот рублей. Это уже подороже. А эта посуда у меня с фаберлика. Вот я пользуюсь уже около года. Кто-то даже посмотрел, сказал, восемь месяцев пользуйтесь. Вот, вот это жаровня и вот эти сковороды у меня стоят на плите всегда. Просто им и места не находится, и зачем их убирать, если я им пользуюсь каждый божий день. Каждый божий день. Супы я готовлю, например, раз в три дня, вот в этих, в двух, да, вот кашу готовлю утром вот в этой. Блин, естественно, это очень-очень редко. Вот это сейчас сковородой я тоже меньше пользуюсь сейчас вот этой. Но я ни за что не буду выбрасывать. И мне кажется, а вдруг она испортится? Все же это не черный такой вид-то у меня может как бы потемнеет, но ничего не темнеет. Все как стоял, так стоит. Шедевр всего, шедевр всего это вот такой вот большой-большой сотейник сковорода. 28 сантиметров. Я очень долго сопротивлялась, не знала купить, не купить. Меня подписчики подсказали, сказали, что возьмите, возьмите и не пожалеете, все будете жарить в этой сковороде. Да. И котлеты, и творожники, сырники. Что-то такое вот надо много, даже голубцы делала, в ней же тушила. Прямо сразу вот такой большой объем, не надо по два-три раза, по два-три за годы делать. И соус здесь делается, и хорошо поджарится, и вот эти вещи остаются вообще совершенно новые, фаберликовские. Пользуюсь вот уже восемь месяцев, как опять же, люди мне сказали, я сама не заглядывала. Вот. И все прекрасно работает. Так что, это тоже вещи не дешевые. Вот это сотейник, по-моему, две в семьсот стоит. А сковорода что-то по полторы тысячи семьсот, вот так вот, наверное. В этой сковородке у нас для яиц, это четко для яиц. Вообще, вот как, жарится, как по водичке, знаете, не надо даже никакого жира добавлять. Чуть-чуть плеснул водички и яйцо, все, красота такая вообще, мне очень нравится. Вот это весь набор, которым я сейчас пользуюсь, вот в данный момент, даже не в данный момент, два с половиной года вот с этого начиная, и вот это уже самое последнее купила. Все. Это видео буду отправлять на вопросы, какой посудой мы пользуемся. Это феберлик, значит, это кукмара, а это, я даже не знаю, как вот эта посуда, она какая-то премию класса, с итальянским хорошим покрытием, на алюминиевой основе, алюминиевая основа. Эта посуда, ну так тоже тяжеленькая, тяжеленькая, вот эта тяжелее, конечно. Здесь тоже алюминий, 6 или 7 слоев алюминия покрытия. Все, все, что я хотела, я вам рассказала. Кукмара, это вы ищите в своих городах, на эту я дам ссылку, ну, феберлик хотите, тоже могу дать ссылку, но тоже, все вы знаете, ну, ну да, поставлю, если кто-то не может найти, просто на сайт феберлика, все. На этом я с вами прощаюсь, всем пока-пока, и до новых встреч.